Бросить все и выбрать деревню на жительство. Именно так поступила 18 лет назад жительница Волгограда Оксана Кузнецова, переехав в хутор Попов Чернышковского района Волгоградской области. Причина для этого была основательная. Ее муж Олег – сельский житель. Он не допускал мысли покинуть свою малую родину. В деревне он родился, вырос, прикипел всей душой к земле. В общем, так и решили, где нитка, там и иголка. Деревня – это не просто свежий воздух, ароматный лук и река. Это еще и труд – ежедневный и тяжелый. С раннего утра и до позднего вечера. Кузнецовой работы не боялись. Олег трудился долгое время в крупном тогда рыбколхозе «Приморец». Сейчас, правда, от его величия мало что осталось. И цемла совсем не той стала, как прежде. Обмелела, поросла камышом. На берегу старые лодки, которыми, похоже, давно уже никто не пользуется. Помимо основной работы держали большое хозяйство, работали в огороде и саду, детей растили. Домик у них старенький, но кругом чисто и красиво. Весь двор в благоухающих петунях, растет молодой сад. Так и жили, пока не решились на отчаянный, как теперь они понимают, шаг. В 2013 году правительством Волгоградской области был утвержден порядок предоставления субсидий на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растеневодства. В том числе и начинающим фермерам, и от семья Кузнецовых загорелась. Взяли землю в аренду. Это были паи сельских жителей, с которыми заключили договор. Земля до этого 9 лет стояла мертвой, никем никогда не обрабатывалась. Продали корову с теленком, поросят, снегоход, новую машину, маленький магазинчик и купили семян. Очень было тяжело, конечно, с горем пополам. Нашли эту технику путем опять-таки наема, поскольку все это чужое. Мы убрали ее, смогли ее убрать, и все. На этом у нас опять все остановилось. Поскольку два года мы людей просили, они кое-как соглашались, приходили. Все, что заработали от вырученного урожая, ушло на выплату за аренду техники рабочим и пайщикам. Но все равно не отчаивались, потому что надеялись, что им будет оказана помощь приобретение техники. Нужен всего-то один трактор. Но не случилось. Вместо помощи огромная переписка с властями, в частности, министерством, а затем и комитетом сельского хозяйства Волгоградской области. Председатель ведомства Василий Иванов вместо конкретной просьбы о разрешении ситуации ограничился пространным разъяснением о создании на территории региона системы комплексной поддержки сельскохозяйственным производителям в области растеневодства. На этом вся помощь и закончилась. В результате ничего посеять минувшей осенью не удалось. И кредит взять не получилось, так как нечего оставить в залог банку. Никак мы не могли технику засеять. У нас техника вся в наем. Семена были, все было. Ну, мы весной засеять успели. Яровые или ячмень. Но не успели. У всех селян была горячая пора. И каждый, как рассказывает в хуторе, выживал как мог самостоятельно. Они показывают свое поле, поднимают оставшиеся с прошлого года колоски. Вот какой урожай вырастили. И почему сегодня не радует глаз просторы с рулонами сена, на которых должен колоситься хлеб? Почему сегодня оказались они в таком тупике? Первый человек, к которому я обратилась, это во времена Баженова, когда Баженов был у нас губернатором, это депутат Сарафанов, который сказал, прежде чем обращаться за помощью, вы берите землю, начинайте работать, а мы поможем. Вас не бросит, но вы начните работать, чтобы было видно, что вы что-то делаете. То есть мы так и сделали, мы так и сделали, но в основном все это было на словах. И не один депутат это так говорил, я очень много с кем общалась. Все одобряли, на словах было все замечательно, работайте, поможем. Да, дело хорошее, дело нужное, помогать будем, своих не бросаем. Ну, в итоге вот, что получается. Они никак не могут взять то, как могли поверить клятвенным заверениям депутатов и чиновников. И что вообще будет с землей, которой немало в их хуторе, и которой также ждет хозяина. В деревне сейчас, допустим, многие уезжают, но кто-то должен остаться в деревне, кто-то должен работать на земле, потому что если не работать на земле, это очень плохо. Министр сельского хозяйства Ткачев призывал россиян, те, кто имеет желание заняться сельским хозяйством, пожалуйста, мы будем рады вам помогать, идите, приходите, заявляйте об этом, занимайтесь, мы будем вас поддерживать. На складе у них до сих пор хранятся семена, простаивает купленный погрузчик. Олег, показывая урожай минувшего года, рассказывает, что только одно ведро тянет на 9 килограммов. Настолько мощные и сильные зерна. И весь труд, затраты, получается впустую. Надо признать, что проблему испытывают не только начинающие земледельцы. У хлеборобов со стажем тоже свои беды, даже в крепкие крестьянско-фермерские хозяйства. Вот она стоит, утиль, утиль, она не стоит, она каждый день ее ремонтировать надо, кто под нее полезет. А раньше, а раньше я вот работал инженером, мы не меньше 10 тракторов, ДТ-75 получали. Хоть какие они были, но мы их получали. Люди не скрывали, что администрация сельского поселения, районная власть мало что делает для них. Так что хорошим настроением здесь мало кто может похвастаться. Ох, вообще ничего. Здесь ничего не делать, администрация вообще не работает. За каждую справку надо ехать в чернышки. Раньше два было человека в советское время, и все они успевают делать. Значит, тонна зерна стоит 5 тысяч, а зимки. А запчасть какая-то ерунда стоит, шестеренка одна стоит 10 тысяч. Это что, реально или ничего? Как-то выжить или что-то? Да ничем сейчас не поможет. Кредиты на селку начали брать, он полгода берет этот кредит. Ни кредит, ничего не дают. Молодежь не работает вообще здесь. Потому что невозможно здесь работать. Где здесь работать? Здесь негде работать. Там только цифр. Ни садиков, ничего нет. Школу-то последнюю скоро должны, наверное, закрыть. Ну, у главы администрации Чернышковского муниципального района Владимира Крылова своя точка зрения на этот счет. Руководит районом он, по его словам, всего полгода. Постепенно вникает в проблемы сельского хозяйства. Вся земля в районе, говорит, обрабатывается. Желающих трудиться на ней хоть отбавляет. Так что какие, мол, здесь могут быть вопросы? Если просто ожидать помощи и рассчитывать только на помощь, результата и будущего вот такого предпринимателя или фермера не будет. Какой вид деятельности он выбирает для себя, для работы, он должен понимать все сложности и подводные камни, которые присутствуют на этом пути, для того, чтобы начать свой бизнес. Что касается конкретно семьи Кузнецовых, то посоветовала им скооперироваться с другими фермерами. Есть такая установка из области, подчеркнул он. Правда, при этом признал, что реальных шагов по этой самой кооперации в районе пока нет. Ни один человек с данным вопросом еще не обращался. Правда, есть у него и другой вариант. В общем, те, кто давно начал, более... У тех перспективы есть. Те, кто начал вчера, у тех перспектив нет никакой и быть не может. Засеять 250 вектар можно, сдав в аренду эти площади, если самостоятельно не может обработать. Это все в аренде. На субаренда. Признаемся, что погибали мы чернышки с грустным настроением, с которым оставили и жители хутра Попова, от безысходности, с которой люди живут, от того, что не на кого им надеяться, кроме самих себя. Да и в чем чиновников обвинить, если говорят они в основном про подводные камни, которые перешагнуть простому крестьянину невозможно. То ли из-за чиновничьих препон, то ли из-за абсолютного равнодушия. Но когда речь идет о людях, которые любят нашу матушку-землю, которые хотят работать на ней и все для этого делают, горько, что не получается. Горько, что за массой отчетов и цифр об успешной работе в области сельского хозяйства чиновники не видят или не хотят видеть конкретного человека, который вынужден биться как рыба об лед, решая проблемы, которые ему одному решить просто не под силу. Тут хочется напомнить слова президента России, сказанные на последней прямой линии. Всегда нужно стремиться людям помогать. Судя по сегодняшней ситуации, такого стремления у чиновников Волгоградской области, курирующих сельское хозяйство и фермеров, пока не видно.